Да, кость вниз не опускаешь, у тебя одна слабая часть это кисть, только кисть, угол нормальный, смотри, ты, во-первых, прокачивай толстый, пальчики вот так прижимай, не вот так делай, а прижимай как можно дальше, вот, смотри, вот, завел, развернул, разворачиваем, разворачиваем, да, вот, и теперь борись, вот, вот сейчас гораздо эффективнее стал бороться, вот эту кость вверх, тащи, пальчики, вот, вот, сейчас получше, а ну-ка битцик давай попробуй, качай битцик, вообще, однозначно, если тебе завернут, ты проиграешь сразу, давай, следующий, ребят, давай, хорошо, ну, по поводу, вот, что, качать, нормально, давай, прием, смотри, давай сделаем таким образом, я сейчас буду чувствовать твою руку, согни кисть, я буду сейчас пробивать, так, понятно, бицепс, 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 вверх, 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 в среднем, смотри, давай боком, Марин, сейчас, я тоже прошу, смотри, твоя борьба однозначно, это бицепс, это сто процентов борьба, потому что у тебя анатомическая рука не приспособлена бороться по факту, ну, вверх, вот, тебе единственное, вот, нужно вот эти пальцы, бицепс прокачать, чтобы скручивать, да, чтобы скручивать, причем без скручивания он должен быть, я так понял, быстро, да, взорной, нет, взорной, нет, взорной, не особо, ну, у тебя так как-то стопот тело, давай, поехали, нет, смотри, знаешь, почему ты не взорной бицепс, правильно бьешь, у нас состоит, если только боксом занимался чем-нибудь, нет, боевыми искусствами, ну, чуть-чуть, вот, удар идет, начинается, рукой, плечо, курт, ставил ногу, понял, да, то же самое здесь, кончики пальцев, вот эти фаланги, потом кисть пошла, потом гибатели все, потом широчайшие, потом тело, вот что, понял, да, попробуй, нет, опять же, ты отработал только кистью, вот кистью, работаешь только кистью, вот смотри, вот давай, я сейчас вот просто стартану, ты как бы расслабься, один раз я кистью сделаю, а второй раз, ну, ну, как раз, смотри, один раз вот, на кистью, это всем тело, есть разница, чувствуешь, во-первых, мощь движения, то есть меня уже не остановит, не остановит, потому что я всем корпусом бью, понял, да, а во-вторых, это, скажем, чем больше составляющих удара, тем не становится, так же получается кисть, и вот это, значит, наработка, понял, пальчики немножко, отпусти, чуть-чуть отпусти пальчики, посмотри, говорят, ready, go, ты чуть-чуть отпускаешь, маленькие, слушай, просто, знаете, отпускай чуть, раз, ready, а теперь пальчиками мне бей по руке, вот, понял, ну, так чуть быстрее получается, а? Крюк, верх, что угодно, запомните, вот, чуть-чуть отпусти, ready, и удар делать, понял, да, то есть, вот, буквально, микро-микро, буквально, вот, значит, подушечку расслабил, и потом удар делаешь, то есть, ты должен почувствовать, как бы у тебя пальцы первые бьют, вот это ощущение. А можно упражнение, как раз, на кисть, то есть, какие самые эффективные? Самое эффективное, качать кисть по отдельности каждой палец, запомните, каждый палец по отдельности, потому что слабое, скажем так, слабое звено, оно обычно компенсирует сильное, сильное и слабое, то есть, технически, если у вас вот этот, допустим, средний палец, он очень сильный, он может поднять, там, 20 килограмм, да, на одним пальцем, а вот этот 2 килограмма, у вас, как бы, среднее усилие будет на каждый палец 5 килограмм, понимаешь? Вот, поэтому ты должен каждый прокачивать, и вот тогда совокупной силы у вас будет больше. На каждый прокачивать, что? А вот, знаете, такой есть популярный тренажер, тяга блока сверху, такая ручка, вот она крутится, вот прям берешь палец, взял, и как бы протягиваешь палец, одним пальцем, одним, вторым пальцем, третьим пальцем, понял? И закручивать, просто тащить палец? Нет, вот прям палец, вот смотри, вот, вот блок, вот, ты взял, и вот, ты оттащил, раз, закрутил, два, Я так понимаю, вы это делали, правильно? Ну, одни пальцы, одни пальцы, что не было. Вы кисть просто полностью делали, но, опять же, говорю, это вот немного неэффективно. То есть вы теряете вот те самые, как бы, допустим, скажем, сотые какие-то там, от килограммов, вот которые вас к победе приведут просто в поединке. Да, конечно. А как скорость разводить, то есть выработать ей можно? Смотри, ну, кстати, послушайте все, это вот, действительно, я сейчас делюсь таким секретом, вот, ситуация следующая, если ты хочешь развить номинальную скорость, нужно тренировать нервную систему, это однозначно. Вот ты проснулся с утра, у тебя с сердцем проблем нету? Нет. Нет, отлично. Проснулся с утра, вот у тебя, вот, вообще, ну, вот, ты только-только встал, сразу вскакиваешь с кровати, сразу, и, допустим, вы делаете действие сжимания очень быстро, подпрыгивание. Вот, когда ты будешь скакивать, у тебя, скажем, будешь, такая, как бы, легкая будет дезориентация, возможно, головокружение. Вот. Это называется эффект суперкомпенсации. То есть ты вот, вот этот цикл один раз пройдешь, со второго раза тебе будет легче, и потом в экстремальной, как бы, ситуации, да, вот, когда ты вот максимально настроен. А, хорошо. В армии подъем. Да я и так не скачу, Игорь, я уже медленнее не могу просто, я еще быстрее стал, поэтому, так. У нас меня слышно, да? Там, да, раз, но нет. Пока что нет? Нет, студии, нет, студии, микробайка, на записи. А, это как бы, это на записи. Вот. С каждым разом организм будет привыкать вот к этим, значит, к экстремальному, скажем так, к экстремальной нагрузке по нервной системе. И ты станешь чуточку, если это быстрее, потом еще быстрее, еще быстрее. Это древняя система, на самом деле. Там, как бы, вот так, скажем, наши славянские богатыри тренировались, на самом деле. Вскакивали сразу, да, и побежал. Вот, езжели, ну, вот. Центр навредит впоследствии? А, ну, если у тебя нормальный мотор, тебе ничего навредит. Вот у меня нормальный мотор, я вот, да, я так занимался, 12-й реально, я хорошо быстро бегаю, я взрывнул. Вот, не знаю, от этого или это генетический фактор. В принципе, у меня отец быстро не бегал, он хорошо боролся. Вольно, как бы, греко-римская, но вот я очень быстро бегаю. Вот, и вот очень взрывной. От этого, не от этого, но это очень помогает. Поверьте мне, то есть вы скорость, вы по-любому, выучите. Так, а, можно спросить? Смотри, опять, захват возьми правильно. То есть, ты так, наверное, захватываешь? То есть, давай, пошел. Ну, там подходит. Посмотри, ты сразу же отпускаешь этот спорс. То есть, ты пытаешься всячески себе все это свести борьбу на свою сторону, но ты отпускаешь кисть. Я вчера уже говорил, не сантиметра врагу не отдавать. Ну, скажем, не врагу сопернику, да? Вот, то есть, если ты борешься верхом, все в себе, понял? То есть, вообще, вот, вот такое движение. Тогда у соперника нет шансов, вот тебе давай вот так, иначе, как ты боролся борись, и он просто завернет. Тебе это, значит, позволить нельзя, потому что у тебя биц, я так понимаю, значит, средний, да? Ну-ка попробуй борись борись. Ну, у меня травма, я бы сказал. Я понял. Я понял. Ну, смотри, вот, рекомендую. Я вчера показывал, вот, берешь кисть вот так вот с соперником, вот так ставишь, вот здесь ее как бы фиксируешь, и товарищ тебе вот так вот два пальца, сожми кулачу. И он пытается тебе вниз ее отжать, а ты пытаешься поднять вверх. Поднимая, 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 видишь, куда он у тебя отходит, какой вектор? Этого делать нельзя. Кисть должна быть согнута, вот так вот, понял, да? Если ты вот в таком векторе вот так будешь эффективно поднимать веса, у тебя будет кисть просто бетонная. Тренировка, как водящее. И как раз вот эта часть, в которой ты проигрываешь, ты проигрывать не будешь. Спасибо. Пожалуйста. Смотри, ты борешься верхом, но ты проваливаешь отверх. Собственно, у тебя плохо работает плечоучевая, ну-ка, давай бицепс борись. Вот смотри, в бицепсе лучше борешься, гораздо лучше. Поэтому, если ты анатомически, грубо говоря, вот, допустим, в бицепсе лучше борешься, тогда его и нарабатывай. Ну-ка, давай, я попробую сейчас кисть, у тебя пальцы длинные, хорошие, да? Нет. Чуть-чуть отойдите, а не видно. Начинай, начинай работать с кистей. Кисть и бицепс. Это твоя будет коронка, потому что вверх у тебя, ну, просто, как бы, плохо. Плечоучевая не очень хорошо работает. Давай еще раз. Вот видишь, смотри, я даже не напрягаюсь, вот здесь не напрягаюсь. А теперь в бицепс заверни меня. Вот здесь я уже предлагаю определенные усилия. Понял, да? Просто кисть вот эти два пальчика постоянно прокачивает. Еще раз повторюсь, ребята, армлестинг раньше назывался рист-рест. Это от того, что, в принципе, все от кисти идет. Это сила бицепса, трицепса, это все хорошо, но все идет от кисти. Качайте кисть, да, это самое основное. Спасибо, он просто сказал. Сейчас, сейчас. Придите, пожалуйста, что у меня анатомический. Давай. Начну, допустим. Будем сейчас изучать анатомию твою, давай. Вот смотри, я только что объяснял, ни в коем случае не отпускай кисть. А как я отпускаю? Ну, давай еще ставь. Вроде как. Давай, Борис, Борис, вот, смотри, давай. Ну вот, ну вот, ты видишь, отпустил. То есть я от тебя, от прижима к тебе ушел, да? Да. Вот здесь пространство организации. Вот ты пытаешься поставить кость вот сюда, под мой палец. Я же палец поставил. Ты не выбьешь палец так. Никогда в жизни. То есть я тоже вплотную прям. Смотри. Вот, допустим, был такой Кобра, он вот так боролся. Давай, я покажу, он вот так боролся. Но ты видишь, он не оставлял сопернику ничего. Он кругом выбивал, вот, понимаешь, и вот так вот растягивал. А ты, получается, ты что делаешь? Ты, в принципе, у тебя, я так понимаю, очень часто кисть болит. Нет. Нет, не болит? Потому что вот такая борьба, она обычно потом здесь засаживает, засаживает, и потом травмы кисти вот здесь бывают. Может, привык. Может, привык, не знаю. Давай еще раз. Видишь, опять. А как тогда правильно пальцы пробивать? Как тогда правильно пальцы пробивать? Пальцы пробивать? Ну вот. Вот давайте объективно. Вы думаете, что вот так легко пальцы пробить, вот как он делает? Нет. Это невозможно, на самом деле. Если у кого-то, вот, вы когда выходите на какой-то уровень, да, определенный, соревновательный, там у всех примерно все равно, грубо говоря, да? Ну, уровень силы, там, не знаю, выносливость, и, скажем так, как бы лучше выглядели. Функциональная возможность. Да, вот у всех одинаков, значит, функционал. И могут и бицепс бороться, и верхом, как угодно, понимаешь? Поэтому, поэтому вот такая борьба, еще раз, Борис. Верхом, да? Да, так же. Вот такая борьба, она будет как бы сводиться к тому, что, ну, срыв будет. Да. А в срыве он связки, связка в жизни не пройдет, никогда в жизни, потому что в два раза, как бы, сильнее кисть получается. Что тогда надо делать? А если ты просто будешь фиксировать внимание на вот этой косточке, да? Да. Будешь сгинать кисть вот в блок и давить вот туда, но не отдавать мне кисти. Вот тогда у тебя борьба станет эффективно. Да, да, безусловно. Ты все должен натягивать, да. Ну, еще раз, пробуй. Нет, опять отдаешь, видишь? То есть, у тебя как бы, смотрите, попробуй вот так бороться, без пальца. Без пальца. Попробуй без пальца, да. Давай. Все равно отходит, да? Отходит, да. Давай. Фиксируй. Давай. Вот смотри, вот, допустим, ты со мной даже не сорвешься. Есть такие же ребята, вот, которые цепят ее. Допустим, Джон Бзэнь, да, все знают, да, кто такой Женя Бзэнь. Вот. С ним сорваться очень сложно. Он цепляется, то есть, у него максимально цепкие пальцы. Поэтому, скажем так, пальцы и кисти, то есть, опять же, и вот эта фиксация, однозначно фиксация. То есть, ты не фиксируешь, да. Фиксация манёй, ты имеешь в виду, что, чтобы она не отходила. Ну, вот, смотри, да, вот как я борюсь, давай, смотри. Видишь? Во, 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 вот сейчас ты чуть-чуть правильно начал бороться уже. То есть, ты уже... Давай, 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 давай. Я сейчас выигрую. Не, ну, выиграть, да, выиграл. Не проблема вообще. Самое главное выиграть правильно. Пойми, вы нарабатываете, ребята, двигательный стереотип. Если он правильный, тогда вы начинаете расти в спорте. Если вы просто, скажем так, качаетесь, потому что вот вы это движение делаете, вы его, ну, вы здесь профессионал, вы всех в спортзале выигрываете именно в это упражнение. Начинаете бороться именно так. С вас никогда не вырастет, ну, как бы, хороший спортсмен даже, могу так сказать. Потому что вы просто тешите свое эго, и все. Должна быть правильная техника. Правильная техника выполнять движение, да. Вот мой тренер Кутер Азмаза, да, вот у нас ребята есть в спортзале. Очень сильный, там движение делают по 200 кг, там, ну, Кутер Азмаза приходит, это же движение, но только более чисто делает, ну, там, 50-60 кг и борется на этом же уровне. Поэтому, ну, у него не болят суставы, связки и все остальное. Понимаете, о чем я говорю, да? Просто нужно делать все чисто и правильно. Вот, и поэтому от правильного двигательного стереотипа вы становитесь сильнее, потому что у вас, скажем, ваше сознание, ваша ментальность начинает проигрывать уже, как бы, борьбу до начала поединка. А как только у вас оно не наработано, вы, как только попадаете в условия, ну, которые вы ментально не наработали, вы проигрываете моментально. Стараются, что вы не можете бороться, да, просто, и все. Психология. Крюк, посмотрим. Давай, в крюк, пожалуйста. Давай. Тянемистик лучше вверхом, знаешь, почему бороться? Лучше вверхом, да, однозначно. Ты неплохо верхом тянешь, опять же, вот просто вот это проигрываешь. А крюк, скажем так, вообще считаю, крюк не очень перспективная борьба. Да? Клянусь, почему? Потому что она в основном как бы забивает очень сильно, да. То есть вот два круга вверха станут, они там будут, попадаются минуту, и все, и вылетают оба соревнований. Ну, опять же, ты тоже сильно забиваешься. От верха, ну. При борьбе верхом, чтобы вот тут луч был, вот через... Ты сейчас подойдешь, я тебе все объясню. А куда мне? Куда? Да пробьешься, что ты, парень, крепкий. Счастливый. Алексей, расскажи про поединок Бзенка, он уже чего боялся, чего, как вообще? Поединок Бзенка, тебе, да, интересно? Да. Значит, я ничего не боялся, потому что я был в хорошей физической форме. Я уже стою полчаса, да, сейчас ходил. Вот, смотри. Просто, есть хоч, я покажу, как было Бзенка. Смотри. Мы выставились. Бзен, кстати, человек, который выставляется очень четко. Вот он поставил руку, так же, как я, у нас вообще никаких не было нареканий. Он поставил четко, ready, go, и мы начали бороться. Я пробил ему кисть. Он начал, я вот сюда довел, он начал ее вытаскивать, пытаться цепляться за пальцы, да. Вот он меня вот здесь как бы зацепил, тащил, тащил, тащил. Я так никогда не боролся, я или срываюсь, или в связках, или так борюсь. Я сорвался. Джом Зыкс в связках борется гораздо сильнее. Он показал, что сейчас будет номером один. Мы связались. Меня это сбесило. Здесь можно. Вот. И в связках он стартанул. Я ему дал стартануть. Он пытался скрутить бицепс. А вы удержали? Я его удержал, потихонечку, потихонечку выиграл вообще, в принципе, даже разочаровался, естественно. Клянусь, ребята, почему, потому что думал, что будет борьба. Вот. Но я в связках наработал очень большую физическую силу. У меня ребята, вот, получается, два человека в четыре руки стояло, и два человека, этот, как бы, значит, тянули такую, значит, некую лямку вот так, об стол. И порвали... Мы видели, видел, видел. Видели, да? Ну, вот что, собственно, рассказывать. А, научи в бицепс заходить, глубоко. В бицепс заходить. Что ты знаешь, как... Давай, давай сделаем так, таким образом. Давай, ты зайди в бицепс. А я скажу, что ты делаешь неправильно, и как тебя откорректируют? Да, да, да. Дохни. Откруйся, смотри. Что ты сделал сейчас неправильно? Ты со старта сделал такое движение туда вперед. Ты руку расслабил. Когда ты расслабишь руку, и человек будет бить, вот, как бы, расслабься чуть-чуть. Оп, видишь, он собьет центр. Да, у меня как бы часто было. Вот я, у тебя сбиваю центр, понятно. Как только у тебя сбили центр, ты уже не в выгодном положении для себя, вообще. То есть, тебе приходится бороться, значит, вот так, как тебе соперник навязал. Не позволяет никогда сопернику навязывать себе борьбу. Поэтому, ни в коем случае, вот эти вот движения не делай. Это утопия, на самом деле. Ты можешь, знаешь, что делать? Ты можешь немножко руку натянуть, да, к себе. Вот так вот, пальчиками, пальчиками, пальчиками. А потом просто сделать удар в бок. Понял, да? Вот эту часть просто жестче фиксируешь. Вот еще ниже. Еще пальчики ниже, вот здесь еще ниже. Еще ниже. Вот здесь, да. Вот теперь натягивай чуть-чуть. А теперь скользи вот этими пальцами, вот у меня, вот, вот, по суставу. Понял, да? Причем удар делаем вот в ту сторону. Скользи. Попробуй. Кисел сюда, вот это делай. Нет, нет, ты вперед сделал, я говорю, вбок. То есть, ты должен пальцами к себе и вбок ударить. Давай. Ну, сейчас, как бы, нормально ты сделал, но, опять же, ты все равно пытаешься, у тебя вот такая стереотипная борьба, ты ее, скажем так, наработал неправильно, ты пытаешься вперед ударить. А ну, может, и правильно с одной позиции, когда не с профессионалами. Когда профессионал борется, допустим, ну, тем же самым армфайтом, когда готовишься, ты смотришь, как кто борется, да, кто какие ошибки делает. Если он сделал ошибку, ты потом просто берешь ее и используешь. Не допускай ошибок. Вот взял, прижал и боком завернул. Боком вот туда заворачивай. То есть, заворачивайся сюда, да? Опять же, повторюсь, ни сантиметра к сопернику вообще руку не отдавай. Твое поле. То есть, твоя борьба, твои условия, понял, да? Да, понял. Спасибо большое. Давай. Смотри. Ошибка номер один. Пальцы, когда борешься верхом, они у тебя не такие длинные, поэтому вот это забудь сразу. Вот так вот прижимай, как можно дальше. Прям берешь вот так. Дим. Потом разворачивай те кисти. Вот. Вот, фиксируйся. Пошел верхом, давай. Вот. И не сантиметра врагу, понял, да? Вот туда. Все туда движение. И не отпускай пальцы. Ты знаешь, смотри, большая ошибка. Мы делаем, аааа, и пальцы отпускаем. Вообще, ни в коем случае. Ни в коем случае. Фиксируй, держись. Почему? Потому что, если это твоя сильная борьба, и там будет, скажем, крюковик хороший, он с тобой сорвется. А в связках вот ты уже не пройдешь. Понял, да? Поэтому максимально прижал его, прям ниже взялся и раз к себе, и ты оттащишь. А вот здесь попробуй сорваться. Видишь, там вниз, там как бы не сорвешься. Я сейчас маленькую историю расскажу. Я боролся на золотом туре, один из первых разов, да, был такой чех, зивный, франчисник зивный. 160 килограмм, по-моему, 180 весил. У него ки слабая была, но он всегда без кисти боролся. Так вот, я ему выбивал всегда легко кисть, и он потом вот висел. Ему у нас там 2 минуты борьба была, 3 минуты, у меня вот так вот рука опухла, честно говоря. Чтобы срыва не было, да? Да, нет, нет, вот именно срыв, а потом связка вон висел. Вот, и только потом мы тактически наработали, я стал браться вот как бы подушкой чуть ниже, выбивать кисть, но так выбивать, чтобы он не смог уставить. Не смог, и так, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Вот, вы должны думать прежде всего, когда боретесь. Давай еще раз, давай бицепс, ударить. Сильней. Вот там, рядом с ней, он останавливается. Смотри, твоя ошибка. Ты раз опустил. Запомните, ребята, вот если тренируетесь, как это тоже маленький секрет, убирать, вы боретесь в ботву, всегда, и боритесь вот, вот, давай, вот прям вот так. Тогда у вас будет хороший дожим. У вас не будет проблем с дожимом. Это еще тоже маленький секрет. Потому что кто постоянно с этими валиками борется, у них обычная проблема с дожимом. Чуть-чуть не хватает. Поэтому убрали до конца. Там будет торговой автобус. Тебе знаешь что, у тебя несогласованная работа к кисти и боковухи. Нет, нет, нет. Тебе надо больше вот этого движения. Знаешь, вот берешь, есть такой тренажер, где можно блок поднимать, опускают, знаешь, да? Берешь пояс от кимоно, берешь стул, ставишь определенный угол, любой делаешь, такой прямой, под 45 градусов. Подойди к любому, тебе скажут, как прийти на вашу автобус. Ставишь вектор усилия, вот примерно 45 от руки и скручиваешь все вместе. Вот там идешь. Тогда у тебя, скажем, улучшится именно согласованность кисти и боковухи. Понял, да? Сгибание, да. Да, то есть получается, то есть у тебя блок давит именно под 45, и ты вот это постоянно давишь. Почему хорошо работать блоками, потому что ты всегда, это всегда максимальное усилие. Взяли вы гантельку, здесь у вас 100%, здесь у вас уже 65%, здесь у вас вообще нифига. То есть у вас в пике нагрузки, вот который должен быть, да, у вас уже нагрузки нет. Поэтому обязательно блоками, вот прям, ребята, блоки и борьба. И ты вот именно с блоками и прокачиваешь, хорошо? Еще раз. И смотри, никогда корпус не отпускай, все вместе. Корпус должен быть одним единым целым с рукой. Давай. Вот, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Во! Все, все, все к себе. Я же тебе говорю, мы жадны, мы все к себе. Спасибо. Давай, перестай. Откуда ты? Из Корее. Корее? Давай, давай. Смотри, у тебя такая же, ты понимаешь русский? Да. Смотри. Зажми, как можно дальше. Зажимай, вот если у тебя не хватает рук, пальцев, вот так вот убери этот палец. И зажимай дальше. Вообще вот эта утопия, я не знаю, кто-то кого учит, это знаете, это... А зачем зажимать палец вообще, из чего это так пошло? Я сам не знаю, честно, вообще, ну, вообще беспонтовая борьба. Тут взял, ты понимаешь, тут ты можешь контролировать захват, выше взять, понимаешь, ниже взять. Зажал, все, у тебя один сегмент, ни о чем. Вообще, понимаешь, то есть тактики никакой. Я вот борюсь, вот, понимаешь, поэтому я могу использовать вот этот палец, вот, как бы, Борис, видишь, раз, палец, все. Просто вот используй один палец, давай, Борис, Борис, сон, видишь, вот, палец, вот, все, он уже где, видишь, где же висит. То есть у меня какой угол, да, и у него какой угол. Да. Поэтому, так, еще раз, попробуй скрутить, нам надо. Никогда не отпускай, смотри, вот так не делай никогда. Все, вот смотри, запомните одно вот, когда ты тренируетесь, боретесь, да, вот, взяли, встали, хлоп. Сохраняй угол. Все, одно единое целое. То есть, кто-нибудь ходил на танцы, на брейк-данс, там, нет? Если вы ходите, сделать вертушку, там, знаешь, бочку, вы должны как пружина вся, вот, все вместе работать. Вот это, как, вот, координация здесь должна быть, стопроцентная. Если вы где-то раскоординированы, да, у вас одна рука делает одно, ноги другое, начать тело третье. Пиздец вам. Давай еще раз. Вверху попробуй. Все, все. У тебя рука забилась. Чаще борись. У тебя рука забивается, вот, два раза ты уже не борешься. Хорошо. Давай, спасибо. Здравствуйте. Давай. Представь, это натяжка. Натяжка. Давай попробуй. Что ты делаешь? Нет, ты не натянул. Смотри. Представь, давай, начинай, натяжка. Что мы делаем? Мы берем. Есть ты выносный, да? И знаешь, что соперник, вот, допустим, у нас корейцы. Ты берешь его, давай, и пытайся натянуть. На складе нету лечащего. Ты слышишь, ты говоришь? Натягиваешь. Он использует, допустим, натяжка определенную группу мышц. Надо смотреть в другую, или в другую раннюю смотреть. Сразу видно. Поэтому ты используешь, скажем, свой плюс. Ну, я не знаю, смотрите, все, давай. У тебя меньше забивается. Вот, поэтому ты пальчиками, опять же, о, молодец, правильно сделала, но только чуть ниже сделай. Вот. Широчаще. Прижмись ближе к корпусу. Вот. И натяжка, как делаешь? Тяни широчащим. И чуть-чуть киси сворачивай. Давай. Вот. И я так же делаю. Понял, да? Да. Молодец. Вот сейчас неправильно сделаю. Ты вставил плечо вперед. К корпус ушел. Никогда, смотри, вот это 90 градусов всегда должно быть. Если вы не хотите травмироваться, ни в коем случае не бредите вот так. Винтовое смещение, там, то есть... Скрученный перелом плеча. Скрученный перелом плеча, это... Ну, вы знаете, глаза умные. Вот. Давай еще раз. Сейчас лучше, но все равно пытайся плечом вперед. Большая ошибка любого армейсера, да, он пытается бороться именно с вязкой. То есть, добавить вязкой. Нет, не делайте ни в коем случае. Используйте все группы мышц. У нас руки реально здоровые, сильные у всех. Вот просто их нужно правильно прокачать. Правильно прокачка любого, как бы, сегмента тела, она дает определенный результат. Понимаешь? И поэтому ты вот должен все, палец по отдельности, кисть так, в этот палец качать. Я в спортзал ходил, я специально брал этот... 5 сначала килограмм с собой в сумку. И вот шел вот так вот, взял сумку и иду по городу. Полчаса, час, понимаешь? Ну, я иду. У меня рука обухает, но это фиксация. Я как бы наработал фиксацию, вот в один угол наработал, второй наработал, третий. Три угла, значит, наработай себе. Стартовый угол. Потом угол в блоке или в проигрыше. Понял, да? Три угла. То есть, вот в трех углах, при старте, через верх, сразу надо на себя. Конечно, безусловно. Ты, опять же говорю, то есть, если ты знаешь, что у человека, допустим, пальцы быстро забиваются, ты должен пальцы постоянно ему мучить, мучить, понимаешь, при старте, мучить. Ну, так, чтобы это было не нагло. Понял, да? Как только ты поймешь, что они у него забились, ослабься, дай возможности рефери установить. Ясно. Алексей, а про восстановление пару слов можешь сказать? О восстановлении? Да. Вообще, вот восстанавливаться как? А, смотри, ну, как бы есть так называемый массаж. Если вы в паре боретесь, да? Нет, нет пары. Ну, в любом случае, допустим, напарник, если есть, вы берете, значит, ход лимфы идет вот от пальцев до, ну, значит, до плеча. Поэтому поднимаем руку, значит, трясем, начинаем прорабатывать каждый сегмент, понял, да? Вот туда прокатывать вниз. А с какой силой? Ну, вообще хорошо, если у тебя есть мыло, как бы, ну, мыльнее сделать массаж, сила какая должна, ты должен ощущать, что есть мышечное волокно и как оно забито, понимаешь? То есть, если оно плотное, то есть, уплотнее, ты просто, значит, давишь так, чтобы оно стало чуть помягче. Как-то сгонять его. Да, да, ты вот туда вниз все это сгоняешь. А это сразу по тренировке, да? Ну, это, нет, это я сейчас говорю про борьбу. На тренировке забивайтесь вообще в хлам, вот, чтобы вы вообще, вот еле поднимали там ручку. Это правильнее. А вот на соревнованиях, это экстремальное условие, вы, значит, должны подвестись к каждому бою именно максимально мощным. То есть, чтобы максимальная эффективность у вас была, ну, скажем, при борьбе, у вас рука должна быть восстановлена. Поэтому я не рекомендую, знаете, там, я вот, когда там соревнования были, пацаны там за сценой, кто отжимается, кто что-то делает, забудьте. Размяли руку, все. Копите нервную энергию. Армспорт – это взрыв эмоций, все. Не надо ничего делать, не надо там от подтягиваться, отжиматься, забудьте об этом. Все, вообще, вот, вот есть понятие сместить, как бы, точку восприятия, да. Вот у вас есть, вы там воспринимаете, у вас там всякие заботы, вот все в центр сместили, у вас поединок, все. Забыли обо всем. Вот этот центр, все забыли, все, все остальное, нет ничего. Вот, не надо там отжиматься, все, у вас рука разогрета, вы понимаете, что с вами ничего не случится. Вот, копите, копите, вышли и взорвались. Только так будет результат. А если ты вдруг, как бы, взорвался, и тебе оказались достоинства протерения, тогда взял, быстренько себе сдоил, как говорится, все, все хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Давай. Какие вопросы? Ну, вопрос, в чем вообще, у меня слабость, как бы, в кисти. Ну-ка, давай, попробуй, попробуй, какая-то слабость, давай, смотри. Знаешь, у тебя не самая слабая кисть, которую я пробовал, на самом деле. Просто, видимо, ты борешься, как бы, с ребятами, вот, которых хорошо в верхнем клубе. Ну, вообще. Ну, это как бы, это не означает, что у тебя слабая кисть, но... Я не говорил, почему я думаю, не в дуэмо части. Не, почему, как раз, это готово, мы говорим. Посмотрите, вот это, вот это, это уже неправильно, сразу тебе говорю. Значит, правильно будет, вот, как я уже показывал, вот, вот сюда оборотся, понял? То есть, вот эта, это кость, то есть, в принципе, ты должен себя удалить в глаз вот этой костью, вот, понял, вот сюда. Ну, или в очки. Давай, попробуем. Раз, во, 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 во. Вот это смысл борьбы в верхнем. Как только ты отдаешь кисть, все, это, ну, блин, это утопия, поверь. А сам старт, то есть? Сам старт по сегменту, как я говорил. Да, то же самое, то же самое. То есть, ты взял, выставился, чуть-чуть расслабил руку и удар делаешь вот в эту же сторону, понял, да? Ну, да. Давай, попробуй. Смотри, все хорошо, но ты не обхватил А, не зафиксировал Б. А вот теперь давай. И пальцы не отжал С. Отожми, чуть-чуть расслабь, чуть-чуть захват расслабь. И потом пальцами, начинай бить пальцами. Понял? Удар вот такой должен быть. Давай. Во! Чувствуешь? Ощущение, ну, лучше стали, согласись. Ну, полегче, я тебе про это и говорю. Вот это и используй. Нет, сейчас не ударил пальцами. Отожми. Получше, ну, смотри. Ты как бы перестарт, там, как, знаешь, вот, есть понятие кинетической энергии, да? То есть, ты как бы расшатал и потом скачка, грубо говоря, сделал удар, понял, да? То есть, ты добавил там микро-микро, но это ты его добавил, все равно, тебе легче. И твоему сознанию легче, ему легче акцентрироваться вот на ударе, на правильном. Окей? Попробуй еще раз. Давай. Вот смотри. Зажми захват, теперь чуть-чуть отпускай. И потом делал удар. Вот смотри. Раз, два. Чуть-чуть. Во! Сейчас нормально. Окей? Хорошо, рука чуть побаливает. Обаливает? Думаю, не готов. О, хорошие пальцы, здоровые. Огонитные в шее. Вам на бездень. Половина в армии не служит. Вот смотри, ты опять же, смотри. Вот где надо призывник раз собирать. Да. В военкоманде застроить секцию. Надо было, я не сообразил, надо было знакомым. Зажимай, зажимай. Зажимай. Смотри, не зажимай вот так пальцы. У тебя огромная кисть, смотри. Давай объективно, посмотри. Я мальчик посмотри с тобой. Вот, поэтому ты берешь, вот обхватил, обездвижил меня, вот да, вот пальцами. Прямо, прям, да, глубже. И давай, пошел. Вот это вот кисть. Выше, выше, выше. Давай, 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 давай. Копус ближе, 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 ближе. Вот это во, во, наползай, наползай, наползай. Вот. Понял, да? Да. То есть постоянно к себе. Причем движение, ты двигайся по кисти соперника. Понял, да? То есть у тебя сейчас была хорошая борьба. То есть, если ты будешь так бороться, давай, Борис, как ты от этого боролся? Тебя завернули в бицепс, все. А если ты будешь бороться вот в таком векторе, в среднем, понял, да? Тебе в бицепс уже не завернут, некуда заворачивать. То есть, ты постоянно давишь. Ты не отпускаешь нигде, чтобы завернуть. Давай, еще раз. Давай, скручивай, скручивай, во, 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 до конца, все. Так и надо. Кстати, пальцы хорошие, но жесткости нет. Надо знаешь, что делать? Отжиматься на пальцы. Прям бить пальцы, понял, да? По столу. Тогда кости уплотняются. Это А и Б. Каждый палец по отдельности качает. То есть, суставы-то не влияют, или чек-то дарят? У меня вообще, у меня очень гибкие суставы, я постоянно что-то делал. Можно на левый попробую? Постоянно бил, а? На левый. Давай.